Всем привет! На связи Николай Эквелс, аналитик по дизайну человека. И это видео-челлендж. Челлендж номер 2. После видео про 36 каналов бодиграфа делаем видео про 64 ворот бодиграфа. Устраивайтесь поудобнее и в конце видео вы получите полное представление. Краткое, но по существу. О каждой гексаграмме, о каждых воротах бодиграфа. Поймете, что вообще несут за собой ворота и гексаграммы. Ну и разберетесь в каждой гексаграмме в ее истинном значении, в ее смысле. И то, как она нас обуславливает в нашей повседневной жизни и может проявляться. Говоря о воротах, говоря о гексаграммах, вообще в первую очередь нужно сказать, что это и есть тот самый базовый опорный пункт, который и обуславливает, и определяет весь бодиграф. Ведь если в бодиграфе определены те или иные ворота, мы смотрим на ту или иную одну из 26 активаций нашего дизайна, мы понимаем, что этот кадон будет отвечать за синтез определенной химии, химии в нашу кровь. Именно поэтому дизайн человека это о том, что у нас в крови. Ну а коль скоро мы знаем, какие участки ДНК у нас активированы, мы можем понимать, какие аминокислоты, какие гормоны будут производиться. Ну а значит сможем понимать, какое поведение, какие дары, какие таланты будут у человека, а какие свойства он может где-то подсмотреть, концептуально взять их в голову и начать доказывать себе и всему миру, что он хороший в этом. В дизайне человека отсутствие активации и ее упорное проживание и доказывание ее в себе называется ложным я. Иными словами, вы поймете с помощью этого видео, глядя на свой собственный бодиграф, на бодиграф своего окружения, который, конечно же, я рекомендую построить и смотреть на них все видео, понимать, какие свойства есть у вас, какие свойства есть у ваших близких, для того, чтобы лучше понять себя, лучше принять себя, ну и, конечно же, понять и принять свое ближайшее окружение. Ну а здесь уже и до любви недалеко. 64 гексаграммы дизайна человека – это достаточно немало, это значительное время. И по каждой гексаграмме можно делать смело прямой эфир, можно делать полноценное видео, а значит, закладывать на это полтора-два часа. Для того, чтобы сделать этот блиц-обзор, этот быстрый анализ, но не потерять самую главную, самую суть, я запасся специальными песочными часами для того, чтобы следить за временем и в жестком тайминге буду давать максимум полезной и самой важной информации, те самые 20%, которые и дают в жизни 80% результата. Ну что же, я думаю, что все вводные теперь есть. Вы понимаете, что мы будем говорить о воротах. А если ворота есть в бодиграфе, значит, есть активация, значит, есть энергия. Если ворота образуют канал, определяются центры, и так именно от них разворачивается и раскрывается полностью дизайн каждого из нас, именно об этой сути дизайна человека мы и будем говорить сейчас в этом видео. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ворота номер один. Ворота, самовыражение, гексограмма творческий. Это действительно самые творческие ворота бодиграфа. Гексограмма номер один говорит нам о том, что есть внутренняя потребность в самовыражении. Есть стремление креативить, есть стремление творить, есть стремление выражать. Первым воротам очень трудно думать шаблонно, очень трудно думать как-то совершенно непонятно, стабильно, стандартно, как это принято в гомогенизированном мире. Это даже может быть целой проблемой для первых ворот. Ну и, конечно же, тема вдохновения. Тема творческого вдохновения очень важна для первых ворот. Первые ворота живут импульсом, ведь это индивидуальный контур. Когда есть вдохновение, они творят и выражают. Когда вдохновения нет, они берут паузу. Именно в этой системе координат люди с первыми воротами то творят, то отдыхают и набираются новых творческих сил и энергий. Таинственная гексограмма или ворота номер два. Восприимчивый, тонко-чувственное восприятие, восприятие того, что не видно, восприятие своего пути, восприятие своего маршрута. Вторые ворота – дом магнитного монополя. Именно эти ворота отвечают за направление. Направление себя и далее направление других. Люди, осознанно проживающие свои ворота, очень часто становятся энергопрактиками, очень часто направляют энергию и жизнь в том числе других людей. Но самое главное базовое ощущение – в своей ли я тарелки, на своей ли я линии, свою ли жизнь я проживаю. И вторые ворота всегда движутся к своей собственной внутренней красоте через это внутреннее ощущение. Свою собственную жизнь вторые ворота находят через чувство прекрасного. Ворота номер три. Название упорядочивания или трудности в начале. Это снова индивидуальный контур, это часть форматного канала 360 мутаций. Это упорядочивание, это ощущение того, что самое главное в самом начале принять вот это вот замешательство, вот этот взрыв, вот этот раздрай, который приносят 60-е ворота, и дальше начинать упорядочивать, начинать смотреть на определенные составляющие компоненты и приводить, приводить, приводить потихоньку их к системе. Люди с третьими воротами, это действительно люди мира, люди, которые собирают камни, которые настраивают какой-то внутренний и внешний порядок. Это люди с большой буквы упорядочивания, которые умеют принять раздрай ситуацию разброта и шатания и начать его приводить в порядок и системность. Ворота номер четыре. Ворота формулирования. Логический контур. Это ворота, которые принимают тот самый логический вопрос из 63-х ворот сомнения. Сомнения, которые превращаются в формулировки, которые превращаются в формулы, решения, какие-то концепции. Это ворота, которые смотрят вперед, смотрят в будущее. Они пытаются предугадать, что же нас ждет впереди. Ворота достаточно критичные. Кто с нами, кто согласен с этой формулировкой, тот наш человек. Ну а кто нет, встань и выйди из коллектива. Четвертые ворота формулирования могут делить действительно коллектив на своих и чужих. И люди с этими воротами, с этой активацией очень часто хорошие философы. Очень часто люди, которые мыслят очень логично, очень последовательно выстраивая одно за другим. Один тезис логически вытекающий из другого. Гексаграмма номер пять. Ворота фиксированных ритмов. Второе название – ожидание. Это коллективный контур. И это ощущение того, что я живу в своем ритме. Я живу в своем собственном потоке. Людям с пятыми воротами очень важно найти свой собственный ритм. Свою собственную жизнь. Свой собственный уклад. Хорошей проверкой будет отпуск. Когда вы в него приедете, вы посмотрите. Все пошло кувырком. И ваш режим изменился. Либо вы действительно поступательно живете в своем собственном режиме. Ощущение потока очень важно для людей с пятыми воротами. Когда они входят в свой поток, они могут заниматься своим любимым делом сколь угодно долго. И искажают пространство вокруг себя. Все по-настоящему меняется. И чувствуется, что люди начинают подчиняться и поддаваться на этот ритм. Племенные шестые ворота. Шестая гексограмма – трение. Или второе название – конфликта. Эта гексограмма действительно про конфликты, про ссоры, про какие-то склоки, про скандалы, которые будут происходить. Либо просто скандал ради скандала, эмоциональное выражение и эмоционирование ради него самого. Либо конфликт разумный, конфликт экологичный, конфликт конструктивный, где в конфликт входят две стороны, меняются и выходят из него, став лучше. Именно эту мудрость несет шестая гексограмма того, что роста не может быть без трения. И это как на физическом уровне, а еще их называют ворота секса, так и на духовном или психологическом уровне совершенно справедливо. Входишь в трение, входишь в конфликт и после этого процесса рождается что-то новое. Седьмые ворота. Ворота коллективного контура, ворота роли «я». Это ворота стратегического видения. Видение того, куда вести свой коллектив, куда вести своих людей, к чему я их приведу, что я им дам. Это ворота различных моделей лидерства, которых шесть и которые по числу линий соответствуют той или иной активации от 7.1 до 7.6. Седьмые ворота лидерства – это ворота, которые отвечают за внедрение или привнесение какого-то важного паттерна, какого-то решения. И седьмым воротом, придя и возглавив процесс по приглашению, ведь это проекторские ворота, стоит не терять фокус, стоит решать свою задачу, давать пользу и приносить результат коллективу, ну а дальше принимать совместное решение – ставить перед собой следующую задачу, либо двигаться и возглавлять какой-то другой следующий коллектив. Восьмая гексограмма – гексограмма вклада. Это действительно настоящий упаковщик. Что же он упаковывает? Именно плоды творчества первых ворот. Первые ворота натворили, наплодили, но не обладают талантом и пониманием, как, где, для кого и при каких условиях применить плоды своего творчества. Об этом очень точно и четко знают восьмые ворота вклада. Восьмые ворота вклада – это ворота ассимиляции плодов индивидуального творчества в коллективе. Ведь коллектив всегда нуждается и ассимилирует все удачные решения индивидуала. Творческий процесс – не исключение. И восьмые ворота замечательно знают, как взять плоды творчества, поместить их в нужное место, принести пользу себе и коллективному. Девятые ворота – фокуса. Второе название – укращающая сила малого. Это действительно укорощение самого себя. Через что? Через фокус к деталям. Через концентрацию, через видение каких-то новых деталей, которые будут как бы проявляться в картинке после концентрации и замирания 52-х ворот неподвижности. Девятые ворота умеют принять это давление корневого центра и начать действовать в концентрации, в какой-то фокусировке, в удовлетворении, в выражении сакрального отклика. И они очень долго могут пребывать в процессе. Люди с девятыми воротами – это люди, которые очень усидчивы, очень глубоко уходят в процесс и умеют показать какие-то просто феноменальные результаты за счет своего терпения и фокусировки. Десятые ворота. Десятые ворота поведения. Поведение. Я. Гексограмма. Поступь. И это действительно так. Десятые ворота постоянно занимаются вопросами исследования поведения. Поведение себя в обществе. Как себя вести в обществе? Быть всегда одинаковым? Или по ситуации? Как проявляться? Быть активным или занимать пассивную позицию? Именно об этом нам и говорят десятые ворота. И в зависимости от линий, в которую они попадают, мы и имеем те самые названия линий профиля, которыми пользуемся, сразу же начав изучать дизайн человека. Первая линия – скромность. И дальше – отшельник, мученик, оппортунист, еретик и ролевая модель. Именно поведение себя в социуме, как проявление любви, ведь это G-центр, будет характерно для людей с десятыми воротами, которые будут исследовать свое поведение. Ну и это некая дополнительная линия, которая всегда очень хорошо обуславливает и добавляет определенный паттерн поведения к вашему профилю солнца и земли личности. Коллективный контур – одиннадцатые ворота идей. Гексограмма – покой. Действительно, покой одиннадцатые ворота – это аджна, это постоянный горшочек вари, это поиск идей, поиск концепции, которые бы объяснили происходящее, объяснили бы смысл того, что происходит, того, что происходило раньше. Это абстрактный контур, он смотрит назад, он смотрит в прошлое и вытягивает выводы, вытягивает смыслы для того, чтобы их донести. Это достаточно религиозные ворота, ворота концептуальные, которые хотят объяснить, что мы вообще тут все делаем, ну и зачем те или иные события прошлого в их жизни и в истории народов происходили. Одиннадцатые ворота – это действительно очень глубокие мыслители, которые ищут концепцию, которая удовлетворит их ум и дальше через нее все объясняют. Здесь самое главное – соблюдать принцип коллективного контура. Нашел смысл – вырази его и поделись с коллективным. Двенадцатые ворота осторожности – гексограмма бездействия. Это очень особенные ворота, ворота, которые я называю фильтром, фильтром 22-х ворот открытости. Именно 12-е ворота осторожности решают, с какой силой открытости, какой мощи эмоционального выражения и проявления будет сейчас человек. Резонируют ли ему те люди, которые напротив него. Хочется ли ему полностью открыть свою душу перед ними, либо закрыться в осторожности, в сохранении себя, своей идентичности, ведь это индивидуальный контур, и эмоциональность особо не проявлять, а может быть, даже прибегнуть к защитной реакции лицемерия. Именно в 12-х воротах вот эта вот борьба и взаимодействие эмоционального выражения или ухода, или закрытости находят свое воплощение, диалектику и делают человека достаточно искренним, чувствительным и очень мутационным, особенно тогда, когда включается манифестирующий канал открытости 22.12. 13-е ворота – ворота слушателя. Это ворота, которые действительно очень подвержены огромным объемам информации. Гексограмма называется «Братство людей», и она говорит о том, что 13-м воротам поступает постоянно огромное количество информации. Они иногда не в попад что-то слышат, иногда как-то неуклюже, они вовремя заходят и становятся невольными свидетелями чего-то. Им рассказывают и очень часто говорят, «Слушай, я даже маме или папе своим родным об этом не рассказывал». 13-е ворота могут слушать вплоть до изнурения, причем модель слушания также будет обуславливаться в линиях этой гексограммы. Это ролевые ворота, которые собирают информацию и потом ее выдают, потом ее доносят с объективностью историка или криминалиста, чем очень часто люди тут и занимаются. Здесь же составление генеалогического древа и систематизация своей родовой системы. 14-е ворота силовых навыков. Гексограмма владения в великой мере. И это действительно очень материальные ворота. Ворота, которые накапливают ресурс, ворота, которые взаимодействуют с этим ресурсом, ворота, которые получают ресурс, потому что умеют с ним обращаться. Именно 14-е ворота пришли сюда взаимодействовать с деньгами, с материальным планом, с энергиями, со временем, с любыми другими ресурсами, которые есть в нашем мире. Они умеют с ними взаимодействовать, вовремя их придержать, вовремя их пустить, вход в оборот для того, чтобы провернуть и приумножить. Именно 14-е ворота в зависимости от своей линии взаимодействуют с материальным планом по своей собственной стратегии. Но в любом случае обладатели 14-х ворот – это мудрые и потенциально очень успешные инвесторы в широком смысле этого слова энергии и ресурсов человеческой жизни. 15-е ворота крайностей – гексограмма скромность. Это ворота, это гексограмма, которая из любви взаимодействует с социумом, испытывает его, эпатирует его, пробует его на прочность. 15-е ворота постоянно балансируют на грани лезвия. Они постоянно исследуют и как бы спрашивают общество, а как тебе вот эта моя выходка? Ты ее стерпишь? А вот это? А общество отвечает – это терплю, а вот это вот уже слишком. Именно через вот это вот постоянное взаимодействие с обществом, с друзьями, с окружением, с незнакомыми людьми. 15-е ворота из чувства внутренней любви, из желания привнести что-то новое, что-то показать социуму под новым углом, ведь это коллективный контур, проявляют себя так или иначе в жизни, оставшись на задворках социума, либо в эпицентре его внимания и трансформации. 16-е ворота навыков – это коллективный контур, второе название – энтузиазм. Это действительно энтузиазм, это стремление работать, действовать, двигаться и совершенствовать. 16-е ворота навыков шлифуют, шлифуют и шлифуют. Именно 16-е ворота навыков знают, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Они постоянно совершенствуются, они репетируют, они повторяют, они стремятся к автоматизму и мастерству в лучшем его проявлении. 16-е ворота – это ворота огромной внутренней энергии, которая в конце концов приводит выражение своей энергии к совершенству. Люди с 16-й гексограммой – это очень часто виртуозные музыканты, спортсмены, люди физического труда, которые превратили чуть ли не в искусство какие-то повседневные, может быть, даже рутинные действия. Одна из самых критичных гексограмм – это 17-е ворота мнений. Гексограмма следования. 17-е ворота мнений – это ворота, которые принимают уже формулировки четвертых ворот и дотачивают его до какого-то частного своего собственного случая, который имхо, который имеет свое собственное мнение, свое собственное объяснение. И тут дальше у 17-х ворот встает выбор. Либо возвести свое собственное мнение в идеал, в какое-то великое объяснение и самое-самое правое решение, ну, то есть правильное. Либо уметь объективно понимать, что мое мнение, оно, конечно же, ценно. Я пришел к нему путем логических построений и отстроек. Но есть и другие мнения, есть и другие люди, и они по-другому думают, мыслят, и их мнение тоже может обогатить мое видение. И совместно в коллективе мы можем двигаться и вырабатывать коллективно значимые паттерны. 18-е ворота корректировки. Гексограмма – работа над тем, что было испорчено. Это действительно совершенно ненасытная гексограмма. Гексограмма, которая желает совершенства, желает улучшать, желает постоянно корректировать. И тут, опять же, у людей с этими гексограммами есть два выбора. Либо, учитывая то, что 18-е ворота – это проекторский канал 1858 суждений, ждать приглашения для того, чтобы выражать свое суждение и предлагать свои корректировки. Либо превращаться в брюзгу, либо постоянно зудеть вокруг каждый день людям по поводу несовершенства мира, по поводу вот этой своей собственной внутренней одержимости, того, что все нужно шлифовать, улучшать и совершенствовать. Ну и, конечно же, как следствие, мучиться. Мучиться от сопротивления и неразделенности своего собственного мнения. 19-е ворота потребностей. Племенной контур. 19-е ворота потребностей – это те ворота, та гексограмма, которая очень чутка, очень хорошо знает свои собственные потребности. Ну и, конечно же, чужие. 19-е ворота очень внимательно относятся к удовлетворению, к процессу понимания, что же важно людям. Это очень чуткие ворота. Ну и дальше у людей с 19-ми воротами снова есть выбор. Либо удовлетворять только свои собственные потребности и заботы, либо удовлетворять свои и чужие, своего племени, своего окружения. То есть придерживаться той самой вин-вин стратегии. Ну и, конечно же, развиваться, продвигаться и прогрессировать в племени. 20-е ворота настоящего. Гексограмма созерцания. Именно 20-е ворота в своем собственном горловом центре имеют две фазы. Либо залипать, либо выпадать из реальности, из великого сейчас, либо пребывать в нем, либо созерцать его, пребывать в этом потоке. Ну и, конечно же, как индивидуалу или частью контура интеграции транслировать эту историю просто своим собственным проживанием. Просто своим собственным примером быть здесь и сейчас и ощущать огромное удовлетворение, стимуляцию, ощущение себя на своем собственном месте. Именно 20-е ворота пришли сюда медитировать, созерцать, быть здесь и сейчас и учить этому других коллектив и племя. 21-е ворота охотника. Племенной контур это предпоследний в иерархической структуре ворота племенного контура. 21-е ворота охотника или гексограмма прокусывания это про защиту границ. Это про отстаивание своей собственной территории и защиту той территории, которую им дали, как правило, 45-е ворота собирателя в управление. Ну, то есть это ворота генерального директора. Это ворота очень независимые. Девушкам с 21-ми воротами всегда достаточно трудно найти партнера, ведь они знают внутренне, что не будут подчиняться. И найти равного партнера, который будет уважать, делегировать и давать много свободы, бывает не так-то просто. 21-м воротам очень важна эта свобода. И если они и подчиняются, то очень избранному количеству людей. Ну и задачи они любят получать очень большими кусками для того, чтобы не было какого-то постоянного зудящего контроля за плечом. Дали задачу 21-м воротам и отпустили их на длительный срок с периодическим контролем крупными мазками. 22-е ворота открытости это ворота эмоционального выражения или иными словами использования эмоциональной энергии в тривиальных, как и говорит китайская книга перемен, бытовых ситуациях. Второе название грация и 22-е ворота открытости по-настоящему грациозны тогда, когда они естественны, тогда, когда они легки, тогда, когда их эмоциональная волна находит свое легкое, естественное, такое, как здесь и сейчас у нее на самом деле на душе выражение. 22-е ворота открытости умеют взаимодействовать всей душой, всей силой. Это эмоциональная энергия, особенно если она находит свое подтверждение и разрешение в 12-х воротах осторожности. Это люди, которые любят петь, читать стихи, творить, выражаться голосом, и им это очень важно. Ведь 22-е ворота открытости это часть индивидуального контура, а значит они промутацию и изменение своим же собственным тембром. 23-е ворота ассимиляции. Одни из моих самых любимых гексограмма разделения. 23-е ворота ассимиляции это ворота ассимиляции индивидуального контура, индивидуального инсайта. Новые идеи, которые пришли через 61-е ворота, провалились через 24-е, 43-е и нашли свое-таки выражение в горле. 23-е ворота как часть канала структурирования действительно медленные, действительно работают может быть немолниеносно, но тот факт и ту идею, и ту концепцию, и тот инсайт, и то прямое знание, которое они выражают в моменте, по-настоящему просто мутирует весь коллектив. Все окружение уже дальше просто не сможет это развидеть, оно не сможет жить по-старому, поэтому 23-е ворота это механика сказанул, сказанул, и тебя приняли либо фриком, либо гением, но это знание уже безвозвратно начинает ассимилироваться, ассимилироваться в умах коллектива, в окружении, в жизни, в привычках, и это совершенно не про мораль, не про то, что хорошо, что плохо, это про ту мутацию, которая должна в тот или иной момент прийти и быть выражена. Ну что же, а теперь 24-е ворота рационализации, тот же самый индивидуальный контур, та же самая голова, и это приемник, приемник того самого вопроса, который приходит в 61-е ворота тайны. 24-е ворота рационализации ассимилирует это, и как в головном мозге вспыхивает какая-то зона нейронов, она должна не потеряться, она должна как-то привязаться к существующей системе, найти внутренние связи с повседневной жизнью. Именно поэтому 24-ым воротам рационализации рекомендация записывать свои инсайты, не терять их, ведь вспышка временна, это импульс, который можно потерять, и тогда, когда он вернется, уже будет до конца неизвестно. Люди с 24-ми воротами это люди, которые находят различные моменты, инсайты и решения в состоянии рассеянного внимания, на пробежке, в душе, перед сном, в моменты пробуждения, но не забывайте их фиксировать для того, чтобы не потерять. 25-е ворота духа я. Гексограмма невинность и самой главной темой, самым центром, или я бы сказал даже эпицентром данной гексограммы является невинность, иными словами безусловная любовь, иными словами принятие всего, что происходит, это холодная взрослая настоящая вселенская любовь, которая принимает все добро, зло, детрименты, экзальтации, любые проявления, ведь знают, что в целом все происходящее совершенно невинно. Мы, люди, можем проживать эти ощущения, эти состояния, эти послания 25-х ворот духа я, как правило, после шока 51-х, после этого приходит состояние открытости, расширения сознания, ну и той самой безусловной любви и невинности. 26-е ворота эгоиста, ворота племенного контура, ворота, которые знают, что они хотят, они хотят это просто взять, они хотят это просто каким-то образом добиться. 26-е ворота отдельно, это всегда опасно для самого же его обладателя, ведь они должны быть сбалансированы селезенкой, ведь они должны быть сбалансированы 44-ми воротами бдительности, иначе они возьмут, не думая о последствиях, а последствия могут быть любыми. 26-е ворота это отличные манипуляторы, это отличные трюкачи, продавцы, люди, которым нужно просто уметь добиться своего. Самое главное не жечь за спиной мосты и добиваться так, чтобы потом поделиться в племени, чтобы найти ту самую поддержку, ну и конечно же не быть из него изгнанным. 27-е ворота заботы, снова племенной контур, и это очень важный, очень мудрый, очень ценный ворота и гексограмма, я рекомендую изучать их каждому согласно линиям своего профиля, ну и линиям той гексограммы, в которую они попали. 27-е ворота заботы в первую очередь учат нас заботе, а настоящая забота по китайской книге перемен начинается с заботы о себе. Лучшая мама это мама в ресурсе, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка, и это по-настоящему мудро, это глубина, которая приходит по мере проживания дизайна, и огромное количество еще мудрости в заботе, воспитании, зачатии, взращивании своих собственных детей скрыто в этой гексограмме. Ее важно изучать, ее важно знать, хотя бы в той части линий вашего профиля, который вы и обладаете. 28-е ворота игрока, селезеночный центр, гексограмма, превосходство великого. 28-е ворота игрока, это ворота, которые действительно любят играть, любят рисковать, любят целовать так королеву, воровать так миллион. 28-е ворота игрока, это ворота про сделку с дьяволом, ворота, которые не постоят за ценой, главное победить. Это действительно гексограмма, которая совершенно не умеет проигрывать. Она пойдет на любые ухищрения, она пойдет на любые шаги, в конце концов, лишь бы не проиграть. Самое главное, игроку 28-х ворот не заигрываться совершенно. Все-таки слушать свою интуицию, слушать свой инстинкт, слушать голос безопасного и опасного, не переходить эту черту, что особенно ценно и важно услышать сейчас обладателям 28-х ворот игрока в открытом селезеночном центре. Самый большой страх 28-х ворот игрока что-то не успеть в жизни, поэтому легкости и игрового подхода и интуиции 28-м воротам игрока. 29-е ворота говорения да, гексограмма бездонной это архетипические ворота сакрального центра. Именно они откликнувшись уже не знают преград. Именно они отвечают за тот самый первичный отклик, который является корректным для того, чтобы генератор или манифестирующий генератор входил в процессы. 29-е ворота говорения да, это ворота, которые знают, что включившись в процесс будут моменты, когда будет большой-большой упадок, когда будет хотеться все послать, все прервать, все бросить, но сама по себе память и уверенность и опора на свою собственную стратегию авторитет позволит претерпеть до конца, позволит дойти до цели, до результата, до того самого объекта отклика, на который и откликались 29-е ворота говорения да, ну и, конечно же, найти то самое удовлетворение, найти то самое признание и найти тот самый успех, который в конце может показаться другим просто везением. 30-е ворота признания чувств, гексаграмма охвативший огонь, 30-е ворота признания чувств, это ворота, которые работают с эмоциональным интеллектом. Здесь как раз кипит принятие опытов, принятие гештальтов, принятие мудрости того, что не бывает второго-перого раза. 30-е ворота имеют две крайности. Либо это постоянное ныть нее, либо это постоянное эмоционирование, либо это постоянная раздражительность, гнев и расстройство по поводу того, что все не так, раньше все было лучше, почему все не работает, почему я прихожу в старые кафе и там пирожные не такие вкусные, как было раньше. Либо 30-е ворота занимают позицию взрослого эмоционального интеллекта и находят какой-то смысл, находят какую-то глубину, находят ценные выводы в том, что все течет, все меняется и что именно можно вынести из того процесса, в который они сейчас попали. Именно сделав выводы по-настоящему ценные, поделившись с коллективом, 30-е ворота распознавания чувств переходят на следующий уровень, к следующим опытам и следующим сюжетам жизни. 31-е ворота лидерства, гексаграмма влияния. И именно 31-е ворота лидерства имеют ту самую энергию, тот самый драйв, то самое желание и выражение лидировать, которые принимают из стратегического видения седьмых ворот роли я. 31-е ворота лидерства это люди, которые хотят двигаться, но им нужна глубина, им нужно то самое стратегическое видение седьмых ворот, что в общем-то и объединяет две эти гексаграммы в канал Альфа. 31-е ворота и люди с ними должны найти какой-то паттерн, найти какое-то решение, найти какой-то ценный способ или новый метод жизни в той или иной сфере и продвигать его. Если это будет ценно для коллектива, коллектив пригласит 31-е ворота и они смогут возглавить тот или иной процесс или задачу. 32-е ворота преемственности. Племенной контур это ворота, которые бдят, страх которых зашит в них самих что-то пропустить, что-то важное, что-то инновационное, что было бы полезно племени для того, чтобы совершенно и безнадежно морально не устареть. Именно 32-е ворота бдительности держат ухо в остро. Они постоянно мониторят рынок, они постоянно отсеивают, они постоянно стараются что-то полезное привнести племя, но и не слишком его перегружать, ведь племя это все-таки организация достаточно стабильная, заземленная и традиционная. Вот именно 32-е ворота это самые главные инноваторы племени, которые принимают или нет что-то новое, отбрасывают или нет что-то старое и отвечают за постепенный, плавный, естественный, традиционный прогресс племенного контура. 33-е ворота уединения коллективный контур гексаграмма ретрит и 33-е ворота действительно про ретрит. 33-е ворота это ворота мудрости, социальной мудрости того, что иногда нужно взять паузу, иногда нужно отдохнуть, иногда нужно признать, что сил и энергии двигаться дальше в моменте нет и требуется ретрит, требуется пауза, требуется накопление сил для того, чтобы дальше двигаться с еще большей энергией, скоростью и эффективностью. Именно 33-е ворота решают слушать дальше или нет, работать дальше или нет, взять паузу, ведь это горловой центр, центр выражения и реализации. 33-е воротам очень важно развивать в себе эту мудрость, ну и основываться на ее плодах и результатах. самые мощные и самые сильные 34-е ворота с названием ворота силы. Гексограмма сила великого это атомный реактор, это та самая точка, это тот самый участок и кодон ДНК, который генерирует огромную мощь, который генерирует огромную силу, которая дальше будет выражаться. Выражаться она будет либо в индивидуальном контуре канала исследователя, либо в контуре интеграции. Так или иначе 34-е ворота находят свое выражение в селезеночном джи или горловом центре и это всегда мощно, это всегда сильно. Здесь самое главное две крайности. Первая крайность выражения силы ради самоутверждения и выражения силы, ну то есть не самое высокое проявление данной энергии, либо для реализации высших принципов. Что это будет решает ее обладатель. Обладатель который принимает решения согласно стратегии и авторитету. Горловой центр 35-е ворота перемен. Гексограмма прогресс. Именно здесь в этой точке в этой гексограмме заложена мудрость того, что перемены важны. Перемен требуют наши сердца и здесь же заложена скука. 35-е ворота перемен постоянно хотят что-то менять. Постоянно хотят что-то новое. Это самые настоящие непоседы в бизнесе или семейной жизни. Человека с 35-ми воротами иногда нужно останавливать. Иногда нужно может быть даже изолировать, потому что иначе они просто не дадут созревать тем процессом, которые уже запустились. 35-е ворота это конечно же либо перемены ради перемен, то есть поверхностный подход, мне важны просто изменения, чтобы было повеселей. Либо это глубинное осознание, что мы идем в кризис, мы идем в глубинные трансформации и преобразования, ну и конечно же в результате мы получим что-то очень важное, ценное по стратегии авторитету. Ну и как раз принимают 35-е ворота перемен, энергию 36-х ворот кризиса, гексограмма затмения света. 36-е ворота кризиса это ворота, которые постоянно находят себе приключения на пятую точку. Это ворота непоседы, ворота, которые понимают и как будто бы тянутся к какому-то кризису, к какому-то шоку, к чему-то какому-то может быть не всегда приятному опыту. Люди с 36-ми воротами, когда встречают особенно 35-е, это люди, которые попадают в различные не самые легкие, не самые лайтовые ситуации, но есть хорошая новость, это всегда что-то краткосрочное. 36-е ворота кризиса это что-то быстрое, как укол зонтиком, что-то такое важное и ценное, и для того, чтобы не попасть в тот самый день сурка, очень важно делать выводы. Попал в кризис, сделал выводы, поделился с коллективным, и с тобой этого больше не произойдет. 37-е ворота дружбы, мы возвращаемся в племя. 37-е ворота дружбы или гексограмма семья. 37-е ворота дружбы это как раз та самая энергия, которая умеет вкладываться в племя, вкладываться безусловно, вкладываться постоянно, вкладываться день за днем. Обладатели 37-х ворот это хорошие семьянины, это хорошие матери и жены, мужья, которые умеют вкладываться в семью, умеют ничего не ждать от этого, умеют просто любить. Но самое главное для них это выполнение какого-то условия, какого-то контракта, какой-то договоренности, которая была на берегу. Если там контракт выполняется, то здесь я буду просто вкладываться и получать удовольствие от процесса. Так, 37-е ворота это ворота брачного договора, это ворота, которым очень важна близость и секс в отношениях. Это ворота, которые любят договориться на берегу, ну а дальше уже они считать не будут. Но если какие-то базовые условия не соблюдаются, 37-е ворота дружбы будут злиться. Люди с этими активациями очень часто являются хорошими юристами, религиозными деятелями, ну и вообще любыми специалистами, где важна договоренность и уже дальнейшее движение на его основании. 38-е ворота борца. Гексограмма оппозиция. Почему оппозиция? Да потому, что 38-е ворота борца скорее всегда по умолчанию говорят нет. Сначала говорят нет, а потом уже разбираются, чему они отказали, в какую войнушку и борьбу они вписались. Это, конечно же, в ложном, это, конечно же, в детрименте проживания данной гексограммы. 38-е ворота борца это очень упрямые ворота. Это люди, так называемый архетип козерога. Это люди, которые знают, что они хотят и отстаивают свои границы. Но здесь уже не границы территории, как в 21-х воротах охотника, а свои собственные личные границы. Через отстаивание и четкое понимание по своей стратегии авторитету, что же ты хочешь, 38-е ворота, как индивидуальный контур, в конце концов обязательно получают свое. Сдаваться и отступать 38-е ворота по большому счету вообще не бывают. Проиграл сражение не значит проиграл войну. 38-е ворота борца будут бороться и бороться до последнего. Также корневой центр 39-е ворота провокации. 39-е ворота провокации пришли сюда вытаскивать суть. Всю, как говорится, подноготную. Гексограмма преграды. Как говорил Ра, отправьте человека с 39-ми воротами на обед с кем-нибудь. Если до конца этого обеда люди не разругаются, значит, они по-настоящему близки. 39-е ворота провокации действительно умеют так поставить себя, задать такие вопросы, так подковырнуть, что человек, если что-то скрывает, что если человек как-то неискренне сдерживается, все станет понятно, все станет ясно, предельно и, конечно же, очевидно. 39-е ворота провокаций это провокация либо ради провокации, и тут получается архетип шута или такого человека, который постоянно подкалывает, либо это осознанная, ценная, важная и полезная провокация, где даже может быть просто переворот жизни самого человека, который увидит себя по-новому и изменится дальше к лучшему. 40-е ворота одиночества, гексограмма освобождения. И 40-е ворота одиночества это действительно та самая точка перехода между борьбой и освобождением, ведь семейная или племенная жизнь это всегда борьба интересов, это всегда вопрос сохранять свои границы и идентичность, либо полностью раствориться в племени через свой племенной вклад. Именно 40-е ворота одиночества умеют держать эту дистанцию, отойдя в сторону, в конце концов, они все-таки конечно же в племя вернутся, ведь они часть канала 4037, который в итоге будет решать, что эмоциональная поддержка племени это самое ценное и важное в его жизни. Ну а так это люди тоже контракта, сделки, договора и очень сильно любят похвалу. 41-е ворота сокращения ворота нового года, ну то есть рейв нового года, с них начинается мандала дизайна человека. 41-е ворота сокращения или гексограмма уменьшения имеют одно уникальное свойство, они постоянно взаимодействуют и имеют дело с сокращением ресурсов, это может быть сокращение денег, еды, общения, времени, сил, энергии, здоровья, чего угодно. Есть одно условие, 41-е ворота сокращения находят что-то из этого новое, максимизируют свой потенциал, ты, как говорится, природу в дверь, а она к тебе в форточку, всегда будет какая-то компенсация, всегда будет какое-то нахождение чего-то важного, ценного и нового. И, кстати, свойства людей с 41-ми воротами таково, что, когда они приходят в какое-то место отношения коллектив работу, вот это все движение с сокращением трансформаций и преображением и преобразованием будет происходить и с окружением. 42-е ворота роста, гексограмма, увеличение. Тут все говорит само за себя. 42-е ворота, принимающие какую-то инициативу от 53-х начинаний, максимизируют и расширяют то, что уже происходит. То, что уже было запущено, они приводят в состояние процветания, в состояние расширения, в состояние увеличения. Ну и, конечно же, умеют грамотно потом процессы завершать. 42-е ворота это замечательные менеджеры, это замечательные управляющие, которые умеют войти в процесс через свой генераторский канал или генераторские активации и расширять его, находить какие-то возможности, какие-то дополнительные ситуации. Здесь нету какого-то кризиса, здесь есть просто ровная, ценная, важная, поступательная работа по извлечению и сбору урожая, ну и дальше экологичному выходу из процесса. Если 24-е ворота рационализации делают какую-то концепцию, то уже 43-е ворота озарения формируют знания. Это ворота, которые собирают этот индивидуальный инсайт и формируют его уже в какое-то действительно понимание. Здесь тоже очень важно записывать. Это тоже очень медленные ворота. Но гексограмма называется прорыв, потому что через время, если дать совершенно корректно поработать 43-м воротом озарения, они дадут инсайт и они дадут то самое знание, которое дальше будет спускаться по индивидуальному контуру в 23-е ворота ассимиляции. 43-е ворота озарения это ворота внутреннего уха, а значит глухоты. 43-е ворота на самом деле никогда никого не слушают, особенно если не нравится тембр и голос собеседника. 43-е ворота как будто бы вспоминают об того, кого они сейчас слушают, то, что у них и так всегда было внутри. И через это самовыражаются и ведут к трансформации и мутации индивидуала. 44-е ворота бдительности селезеночный центр страх прошлого. И там действительно есть страх прошлого, потому что это ворота рептильной памяти. И там много чего накопилось катастрофического и понимания того, что все может в любой момент пойти как-то не так. Именно поэтому эта гексограмма и называется гексограммой бдительности. И это племенной контур. Именно эти ворота хватают за руку 26-е эгоисты и говорят подожди, наша интуиция говорит нам о том, что это небезопасно. Твой план взятия того, что ты хочешь, может потом выйти боком. 44-е ворота бдительности это и ворота интуиции, племенной интуиции. Я люблю их называть племенной HR, ведь 44-е ворота бдительности отлично умеют подтянуть людей, которые приведут племя к успеху, соберут ту самую команду, для того, чтобы племя получило свою добычу и свой прогресс и развитие. 45-е ворота собирателя это топ-уровень племенного контура. Именно 45-е ворота собирателя собирают, но собирают они не корешки, грибочки и ягодки, они собирают души человеческие, собирают их через идеологию. Именно поэтому гексограмма объединения говорит нам о том, что под какой-то идеологической платформой, под каким-то форматом лидерства, смыслом и пониманием, куда 45-е ворота ведут свое племя, племя объединяется, начинает работать как слаженный механизм. Именно в этом вся ценность 45-х ворот собирателя. Ну и конечно же племя за это дает 45-м воротам все лучшее. 45-е ворота получают лучший дом, лучшего супруга, лучшего партнера, лучшие деньги, богатство для представительских функций. 45-е ворота это ворота, которые владеют, которые распределяют ресурсы, которые в первую решет 21-м воротам охотника дают зону контроля и ответственности и всегда двигаются с племенем вместе. Это очень для них важно и это их залог успеха и материального благосостояния. 46-е ворота решимости я G-центр точка любви. Любви к плоти, к телу, к своему собственному храму души. И проявляется он через ту самую решимость, через умение достигать своего и не достигать не своего. 46-е ворота решимости я это ворота которые как будто бы отвечают за то чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Именно поэтому обладателей 46-х ворот решимости я часто обвиняют в том что они просто везунчики что им просто повезло что обстоятельства так сложились что они добились своего успеха своей гармонии и благосостояния своего собственного тела. Но на самом деле везет тому кто везет и 46-е ворота решимости до этого ни один пуд соли съели для того чтобы оказаться в этой точке и для того чтобы войти в это состояние успеха любви и гармонии с самим собой. 47-е ворота осмысления ворота которые постоянно находятся под давлением ворот замешательства не самое приятное я вам скажу соседство именно 47-е ворота постоянно огребают вот это вот давление вот эту вот долбежку вот эти вот вопросы о смыслах о предназначении а зачем все это было к чему это все ведет в 47-х воротах я вам скажу идет немалая и очень серьезная процессная работа осмысления осмысления в коллективных интересах в интересах того чтобы сделать выводы чтобы поделиться этим мудрость 47-х ворот конечно же находится в том что даже и не всегда смысл можно найти но до этого нужно дойти 47-е ворота к сожалению нередко бывают достаточно депрессивными нередко проявляются просто брюзгой или человеком без энергии без сил человеком который все обесценил и обессмыслил для того чтобы этого не происходило человеку нужна энергия человеку нужна внутренняя воля для того чтобы понимать я живу я двигаюсь я нахожу смыслы хотя бы маленькими шагами и обязательно делюсь этим с коллективом это будет отличный механизм чтобы сбрасывать это давление ну и не зависать на одной и той же теме прогрессировать и развиваться 48-е ворота глубины гексограмма колодец и этот колодец глубок или нет глубок он если 48-е ворота с детства собирают лайфхаки рецепты фишки методы способы решения и всякие приметы жизни 48-е ворота глубины это ворота жреца но на самом деле это так только кажется просто 48-е ворота глубины имеют так много решений так много каких-то подсказок в кармане которыми они могут быстро поделиться что людям кажется что они как будто бы знают будущее но на самом деле 48-е ворота просто наблюдатели они внимательно и чутко следят за жизнью собирают что происходит для того чтобы эту глубину дальше применить в 16-х воротах навыка или энтузиазма самым главным страхом 48-х ворот является страх того что глубина окажется поверхностной и это и есть проявление детримента данной линии это и есть тот самый страх и реализация этого но как правило 48-е ворота глубины пользуются огромным уважением и признанием в коллективе что конечно же достаточно заслуженно и полезно для большинства 49-е ворота принципов племенной контур 49-е ворота это ворота которые пришли сюда внедрять принципы распределения ресурсов и удовлетворение потребностей 19-х ворот 49-е ворота принципов имеют две крайности я буду удовлетворять я буду внедрять те принципы которые будут продвигать мое эго только в своих собственных интересах либо я буду привносить такие принципы и такие правила распределения ресурсов которые будут полезны и для меня и для окружающих и тут конечно же в итоге либо 19-е ворота теряют полную поддержку племени либо укрепляют ее и получают продвижение по племенной иерархии 49-е ворота это ворота которые прекрасно чувствуют что сейчас важно что сейчас ценно но находятся в постоянном соблазне удовлетворять только самого себя либо все-таки работать на благо племени из чего мы на самом деле все состоим и отличаемся так это ценности 50-е ворота ценностей или гексаграмма котел действительно в этом котле ценностей варится и вываривается очень многое ценности племенной инструмент инструмент сохранения 50-е ворота это прекрасные воспитатели это люди которые воспитывают очень часто приемных детей очень часто взрослых очень часто даже не родственников им просто очень важно влиять очень важно доносить свои собственные ценности 50-е ворота это не про уси-пусь и это не про заботу это про стратегическое воздействие которое в моменте может быть достаточно неприятным но в перспективе превратиться в очень важные ценные выводы или навыки 50-е ворота ценности постоянно с ними и взаимодействуют и решают что уже морально устарело что нужно отбраковать из племени а что можно взять важное и ценное и не стыдясь это помещать на герб племени 51-е ворота шока это эго-центр это те самые единственные ворота индивидуального контура которые попадают в племенной и материальный эго-центр 51-е ворота шока это действительно стремление шокировать гексограмма пробуждения 51-е ворота в своем не самом высоком проявлении это просто стремление к первенству ради первенства просто всех эпатировать просто показать какой я крутой просто привести в шок ну и самое главное доказывать что-то самому себе самое главное это просто двигаться к каким-то рекордам к каким-то достигаторствам особенно это большая проблема если 51-е ворота в открытом эго-центре 51-е ворота в определенном эго-центре это как правило стремление исследовать стремление входить в состояние которых раньше не испытывал не пробовал и выходить через это как мы это чуть ранее уже обсудили к безусловной любви 25-ых ворот духа я 51-е ворота шока это умение устойчиво двигаться в различных неприятных кризисных и шоковых ситуациях ну и конечно же продвигаться и развивать свое собственное принятие свою собственную любовь обладателям 51-х ворот всегда важно ставить амбициозные цели но не забывать про интуицию безопасности и осознанности тела 52-е ворота бездействия гексаграмма следования принципу или дизайн горы 52-е ворота неподвижности это корневой центр и это достаточно интересные и нетривиальные проявления адреналинового давления давление которое решает не двигаться которое решает замереть которое решает остановиться и сфокусироваться согласитесь остановиться порой это гораздо большая мудрость это гораздо большее умение и навык который требует много сил и энергии индейская поговорка гласит если достаточно долго сидеть на берегу реки, труп твоего врага сам проплывет по ней. Именно эту мудрость знают 51-е ворота неподвижности. Деяние через недеяние, мудрость и умение остановиться, замереть и взять паузу, через которую будут проявляться новые детали, новые фокусы, новые обстоятельства, и адреналиновое давление будет преобразовываться в удовлетворение сакрального центра. 52-м воротам неподвижности, конечно же, свойственно медитировать, замирать, останавливаться и находить в этом какую-то новую глубину. Самое главное, какие-то новые смыслы, которыми, конечно же, снова важно делиться. Ну что же, 53-е ворота начинаний. Гексограмма развития. 53-е ворота начинаний – это настоящее чистое адреналиновое давление. Давление, которое побуждает нас развиваться, давление, которое побуждает нас двигаться вперед. Давление, которое постоянно говорит нам «давай, давай, давай, начинай, запускай, инициируй, двигайся дальше». Но 53-е ворота начинаний, конечно же, должны это делать по стратегии и авторитету, иначе будет слишком много опытов, слишком много экспериментов, слишком много начинаний, и тут уже будет, конечно же, не до смыслов. Тут уже будет полная инфантильность, непонимание и отрешенность от этой жизни. Для того, чтобы этого не происходило, важно находить энергию 42-х ворот роста. Начал, продолжил, расширил, максимизировал и экологично завершил с выводами и манифестацией. 54-е ворота амбиции. С очень ярким и интересным, особенно всегда нравящимся женщинам названием «Служанка выходит замуж». И это действительно так. Племенной контур, 54-е ворота амбиции, постоянное давление двигаться. Это корневой центр, это адреналин, который двигает тебя, который продвигает тебя, который выдвигает тебя. В детрименте это архетип выскочки. Ну а в нормальном, здоровом, истинном проживании это та самая служанка, которая выходит замуж за принца. Это тот самый студент, которого одного из трех почему-то повысили после стажировки и взяли в компанию. Именно 54-м воротам амбиций всегда показания идти в компанию, идти делать карьеру, идти продвигаться. И 54-е ворота при своем нормальном, здоровом и корректном проживании в итоге меняют свои страты, касты, социальные уровни и продвигаются в обществе, ну то есть по сути в племенной иерархии. 55-е ворота духа – эмоциональный центр, который говорит нам о том, что второе его название – изобилие. Или иными словами, изобилие – это исключительно вопрос духа. 55-е ворота духа – это ворота духовные, которые связаны с материальным благополучием. 55-е ворота духа ищут то самое состояние счастья, состояние наполненности и ищут его в материальном. Ищут и задают себе постоянно вопрос – что же сделает меня счастливым? Может быть новые сапоги, может быть новая машина, может быть идеальный партнер, может быть какой-то шикарный загородный дом. Но постоянно двигаясь по этим этапам, по своим собственным хотелкам, 55-е ворота исследуют тему счастья, исследуют его глубину, двигаются достаточно осмысленно и, конечно же, в итоге набирают большое количество мудрости и осознания в том, что такое эмоция, что такое состояние, что такое счастье. Люди с 55-ми воротами – это прекрасные философы, психологи, коучи и люди, связанные с различными помогающими профессиями. 56-е ворота стимуляции – горловой центр. 56-е ворота стимуляции пришли сюда стимулировать, выражать, надвигать, что-то давать новое, постоянно ввести каким-то новым опытом и донесению смыслом. 56-е ворота полны энергии и очень любят говорить, очень любят выступать, очень любят доносить смысл, особенно если имеют связь с 11-ми воротами идей. 56-е ворота – это ворота странников, путешественников, людей, которые набирают те самые опыты и очень любят их рассказывать, очень любят доносить. Да, не всегда эти рассказы могут быть 100% правдоподобны и объективны, но если 56-е ворота что-то и приукрашивают, то они делают это со смыслом, ведь донесение сути, смысла и какие-то новые выводы для коллектива – это их цель, это их фокус и в этом они очень хороши. Люди с 56-ми воротами – это прекрасные ораторы, это прекрасные люди, которые будут работать с аудиторией и доносить ровно то, что им сейчас важно и ценно. 57-е ворота интуитивной ясности – гексограмма нежный бриз. Это та самая гексограмма, которая является архетипическим проявлением селезеночного центра. Именно в 57-х воротах интуитивной ясности живет та самая осознанность тела, та самая интуиция и тот самый страх, который и является самым первым сигналом телесной осознанности. В 57-х воротах интуитивной осознанности живет страх перед будущим, страх того, что грядет, того, что может произойти, того, что будет. Они все время смотрят куда-то вперед, наблюдают и, конечно же, опираясь на интуицию, обходят различные острые камни, опасные моменты и ведут себя и за собой к процветанию и реализации. Достаточно нетривиальными воротами или гексограммами корневого центра являются 58-е ворота жизнерадостности или жизненности. То есть, казалось бы, стресс, давление и тут жизнерадостность. Самой главной темой 58-х ворот является энергия, которая появляется из стимуляции. Люди с 58-ми воротами всегда находят какую-то вещь, какую-то задачу, какой-то процесс, какое-то занятие, которое их стимулирует. Стимулирует их по-разному, стимулирует их через страдания или радость, с потерей своей идентичности, либо нет. Но в любом случае появляется огромное количество энергии. Людям с 58-ми воротами особенно важно наладить отношения с мамой, папой, с родителями, потому что это тоже огромный ключ к внутренней энергии, либо к упадку сил. 58-е ворота жизнерадостности всегда ищут 18-е, потому что энтузиазм и стремление улучшать жизнь есть. Ну а тот самый прицел и точность и понимание будут приходить из ответных 18-х ворот корректировки. 59-е ворота сексуальности, гексограмма рассеивания. 59-е ворота сексуальности имеют два плана. План физический, там действительно сексуальность – это секс, это взаимодействие, это открытость и доверие тел. Ну, либо это душевная близость, это открытость душевная, это очень глубинный дружеский, близкий, родственный разговор, общение душа в душу, взаимодействие. В зависимости от той линии, в которых у вас 59-е ворота, ну и, конечно же, линии вашего профиля, стратегия сексуального поведения, стратегия взаимодействия, стратегия продолжения, если хотите, рода, либо разрушения межличностных границ, ну, например, в деловой сфере, будет у вас разное. Это бесконечно важные и ценные ролевые ворота, которые важно исследовать, понимать и использовать в своей повседневной жизни как стратегию взаимодействия и коммуникации. 60-е ворота принятия. Ворота самого сильного давления, давления корня, адреналинового давления. Именно здесь сокрыта мутация. Гексограмма звучит как ограничение, именно через ограничение происходит та самая мутация. Это то самый архетип запекания, там, где через высокую температуру, высокое давление появляется что-то новое, какое-то новое свойство материала. Запекается хлеб, обжигаются керамические изделия и так далее, и так далее. Именно 60-е ворота принятия учат принятию. Самое главное, чтобы принятие не было саботировано, чтобы оно не было заменено на адаптацию или какое-либо избегание. 60-е ворота приводят к трансформации, к мутации и к прорыву ровно тогда, когда их обладатель открыт этим переменам, что на самом деле легко сказать, но не так-то легко сделать. Поэтому 60-е ворота принятия – это люди глубокой жизненной мудрости, которые прошли огромный опыт принятия давления и выхода прорыва к новым горизонтам, состояниям и статусам. 61-е ворота тайны. Ворота, которые пришли сюда ассимилировать индивидуальный вопрос. Это прямая связь с шишковидной железой, теменного центра. Это инсайт, это вопрос, это вброс, это эвристическое знание, знание, которое пришло к нам не из логики, это идея, которая пришла к нам не из абстрактного мышления или каких-то выводов. Это прямое знание, это прямой вопрос, это прямая идея. 61-е ворота – это стремление знать что-то скрытое, что-то тайное, что-то эзотерическое. В детрименте оно может доходить до сумасшествия, до полного разрыва с повседневной жизнью, что в наше время совершенно не нужно. Важно сохранять баланс, важно двигаться в эзотерическое глубинное индивидуальное знание постепенно, поступательно, что в общем-то и обеспечивает импульсность работы этой гексограммы. Ну и люди, конечно же, 61-ми воротами – это, как правило, эзотерики и интересующиеся чем-то, что выше эмпирического знания. 62-е ворота деталей или ворота нейминга – гексограмма превосходства малого. Это люди, которые по-настоящему умеют войти в суть и в детали. Это логический контур, это горловой центр, это голос, это пение, это выражение, это нейминг. Очень часто 62-е ворота умеют дать такую хлесткую кличку, которая прилипает к человеку надолго и надолго. Именно 62-е ворота говорят – вижу деревья, не вижу леса. Это именно фокус на деталях, это именно умение хорошо структурированно излагать свою мысль, особенно если есть связь с 17-ми воротами мнений. Шаг за шагом, крупица за крупицей, тезис за тезисом. 62-е ворота будут вам рассказывать и доносить. Если вы сбились, если что-то было непонятно или их прервали, они начнут сначала со всей своей педантичностью и скрупулезностью. 62-е ворота – это гениальные ворота, которые умеют фокусироваться на деталях и в малом видеть великое. 63-е ворота сомнений. Теменной центр. 63-е ворота сомнений – это логический контур. Это ментальное давление, которое ищет логику, которое задает логичные вопросы и которое обращено в будущее, обращено вперед. Ведь логика – это всегда сбор методов, паттернов и план, факт, прогноз. Прогнозы, которые будут сбываться, которые не будут сбываться. И именно логические вопросы, логические идеи и будут обрабатывать четвертые ворота формулирования. 63-е ворота – это всегда склонность к философии, к вопросам, к идеям. И это очень разумный и логический подход к жизни. Ну и 64-е ворота замешательства. И это снова теменной центр. И это снова ментальное давление. И даже в отличие от 61-х ворот тайны, где есть паузы, импульсы и меланхолии, здесь давление постоянное. Постоянное давление искать смысл. Постоянное замешательство. Нашел смысл в чем-то, получил следующие вопросы. Это постоянные генераторы поиска смыслов. Это постоянные генераторы замешательства. Здесь самое главное – не торопиться. Самое главное – находить эти смыслы шаг за шагом. Не впадать в какой-то детский или юношеский азарт. Находить эти смыслы, делиться с другими и не торопясь приступать к следующей задаче. Иначе будет ментальное выгорание. А это, конечно же, никому не надо и не является целью эволюции. Поэтому нахождение смыслов, постепенное их разделение с другими и поступательное медленное движение в сторону победы над замешательством. Ну что же, друзья, вот такой нехилый челлендж. Можно пользоваться таймкодами, можно использовать это видео для какого-то вводного сборного ознакомления. Я надеюсь, что это видео вам приоткрыло глаза на очень многие моменты, подсветило какие-то детали. Ну и, конечно же, заинтересовало изучать гексограммы, копать вглубь, читать китайскую книгу перемен, изучать и дзынь. Ну и, конечно же, с интересом буду ждать ваших комментариев, ваших дополнений и особенно примеров проживания в жизни той или иной гексограммы. Ведь гексограммы или ворота бодиграфа дизайна человека — это те самые крупицы сценария жизни, из которой она и складывается. Это было обзорное видео про 64 гексограммы дизайна человека с Николаем Эклз. Пока-пока.